Значит, мы продолжаем нашу тему, значит, входите тесными вратами, сегодня будем читать второе послание Петра, вторая глава, с первого стиха. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, Проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские осудив на истребление превратил в пепел, Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей, плоти презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Тогда, как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, припиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставивши прямый путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорившая человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегший скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Заметьте, о ком речь идет, о верующих или о неверующих? Я имею ввиду о мирских неверующих или о верующих неверующих, извините. О неверующих верующих. То есть ходят в церковь, верят вообще в Господа, да? Но фактически являются неверующими. Обратите внимание, о чем речь идет. С ними случается по верной пословице. То есть, раньше мы были как пес, который блевал, ну в смысле грех делал, как свинья лежала в грязи, я имею ввиду, грешили. Теперь пришли к Господу, и что делаем? Возвращаемся на круги своя, да? То есть, опять так нас учат, так нас воспитывают, так читают, так внушают, что грех это что? Ничего страшного. И заметьте, как пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья опять идет валяться в грязи, так значит, если и верующие, которые пришли к Господу, и опять возвращаются ко грехам, и запутываются в них, то сравнение какое, я заметьте, неприглядное, мы сравниваемся с чем? Пес на блевотину, и свинья в грязь. То есть, мысль какая, мы должны вернуться к прежней своей жизни, или должны окончательно уйти и не возвратиться никогда на старое? Да? Возвратиться нужно или нет? Уйти, правда? И смотрите, глава вторая, с чего начинается. «Были и лжепророки в народе». Заметьте, в каком народе? В Ассирии, в Египте. О ком речь идет? Нет, речь идет о народе Божьем. В народе Божьем от века, испокон веков были лжепророки. Обратите внимание, взять бы и спросить, или сказать, а кто такие лжепророки? Ведь написано же, Христом сказано, берегитесь лжепророков, которые придут к вам в овечьих одеждах. То есть, заметьте, видимость какая, слова какие будут? О любви, о добре, а внутри суть волки хищная, а внутри злые, недобрые, неизменившиеся, да? И смотрите, в народе Божьем всегда были лжепророки. Обычно говорят так, мы народ Божий, а лжепророки это кто? Это пятидесятники, это харизматы, это адвентисты, это баптисты, это католики, это православные. Но каждый считает, что из другой конфессии, не из нашей, это кто? Лжепророки. Обратите внимание, здесь написано, если вы считаете себя своим народом, то у вас были, как всегда, и будут лжепророки. Теперь обратите внимание, на каком основании они называются лжепророками. Я прочитаю вам из первой главы, второе послание Петра, выше немножко, несколько стихов. Здесь девятнадцатого стиха. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. То есть, заметьте, это какие пророки? Лжепророки говорили вернейшее пророческое слово или истинные пророки? Истинные, вернейшие, какое? Вот в этой же главе, этого же послания. Смотрите, двенадцатый стих. Конец. И знаете, и утверждены в настоящей истине. Первая Петра, пятая глава, двенадцатый стих. Это истинная благодать Божья, в которой вы стоите. Заметьте, а какой благодать идет? Истинной. Вот это учение. О том, что нужно бодрствовать. Что нужно думать. Что нужно свой пыл обуздывать. Что нрав нужно распинать свой. Далее. Что бодросто слышать голос Святого Духа. Далее. Вникать, что он говорит. Рассуждать. Это называется познание. Далее. Если Дух Святой подскажет, где грех, противостоите дьяволу твердую веру. И по кратковременном страдании вашем вы не подчиняетесь греху. И рассуждаете о том, о чем Дух Святой вас учит. После этого, что Бог да совершит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. То есть, заметьте, Божья истина настраивает на полную победу над грехом. Заметьте, сделает нас непоколебимыми. То есть, нас даже и тянуть, и мысль не будет приходить. Правда? А теперь смотрите. Это истина. Это истина Божья. И кто ее прорекает, кто этому учит в церкви, тот что? Какой пророк? Истинный пророк. Он говорит то, что Бог прорекал им, и чего люди простые пока что не слышат, но он как бы должен в их уши словами сказать об этом. И смотрите. Вы имеете вернейшее пророческое слово. Вы поняли, какое вернейшее? О чем вернейшее? Борьба, крест, бодрствование, противостание твердой верой, рассуждение, размышление. Это называется вернейшее, не нуждающееся в изменении и в коррекции слова Божьего. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, вот к этому слову, а вот к этому говорящему. Как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Заметьте, истина, преведенная, настоящая, вот эта, она, да, сначала нелегко, сначала трудно, сначала плоть кричит, но потом что будет внутри? Свет, рассвет, день, да? Теперь смотрите, зная прежде всего того, что никакого пророчества Божьего, я имею ввиду, вернейшего, в Писании нельзя разрешить самому собой. То есть, заметьте, тот, кто лезет в пророки и остается самим собой, то есть, речь идет о чем? Помните, Павел говорит, уже не я живу, вот тот Павел, гонитель, а кто? Христос. А самим собою остается это, что имеется ввиду? Какой был гневливый, психованный, недовольный, такой и остался. И если я хожу в церковь, и у меня нет плодов Святого Духа, у меня гордость, обиды, зависти, раздражение, борьба за первенство, то заметьте, какой я человек, темный, правда? Когда утренняя звезда не взошла, в голове не может быть Духа Божия. Вы поняли, почему пишет апостол Павел, 1 Петра, 2 глава? Душевный не разумеет того, что Духа Божия, потому что о всем нужно рассуждать как духовно. Вы поняли, о чем речь идет? Значит, заметьте, кто такой уже пророк? Кто остается самим собою, старым, плотским, невежественным, гордым, обидчивым человеком? И начинает, заметьте, плотской человек будет читать о борьбе? Ленивый будет говорить о борьбе, об усилиях? Или он будет какие стихи выискивать? Мы ничего не можем, да? Посмотри на птиц небесных, не сеют, не жнут, и Господь их питает, да? Посмотрите на полевые лилии. Нужно придавать все в руки Божьи, и детей, и огороды, и картошку, и работу. Придавайте. А Господь будет питать. И заметьте, вот это, плотской человек что видит в Писании интересного? Как я уже часто говорил, один говорит, знаешь, какое место самое правильное в Библии? Плодитесь и размножайтесь. Я говорю, точно. Глядя, как кутя, так и дотя, так вот то, что ты действительно уловил самый интересный стих. Плодиться и размножаться. А что производишь, то его знает. Знак качества поставить ни на чем нельзя. Главное плодиться. Я говорю, как тараканы. И смотрите, кто там, главный стих говорит, какой в Библии? Посмотри на птиц небесных. То есть, вы заметили, что открывается? Добрый человек что находит в Библии? С нежностью, с любовью. А строгий какой? Иных страхом спасаете. Я мальчик взял их с крыжалей, как грохнул. Прямо так, как ты и говоришь. Такой интонацией, с такой физиономией. Заметьте, кто что видит. В Библии. Кто что хочет, то и видит. Есть один автор, который так говорит. С каким духом вы приходите к исследованию Писания, тот ангел становится одесной от вас и диктует вам толкование. Очень интересная, кстати, мысль. Если муж обиделся на жену, то что он читает? Что открывается из Библии? А жена-то боится мужа. А когда жена обиделась и читает, и вы, мужья, любите жен. А муж, так будешь женою, вот тою святою, как Сара называла господином. И я тебя называю господином. Только заткнись, пожалуйста. И вы понимаете, каждому открывается Писание ровно так, какой дух у него внутри. И смотрите, самому собою, вот с этим плотским дурным характером Библию можно понять. Можно пророческое слово понять, о чем оно. Заметьте, нельзя самому собою разрешить. Вы поняли, что такое самому собою? Некоторые говорят, ты сам не поймешь, что ты должен ходить в церковь. Или, чтобы тебе лапши там навешали и объяснили. Заметьте, речь идет не то, что ты сам не можешь. А речь о чем идет? С плотским обидчивым мышлением ты не поймешь логику тех слов людей, которые уже были не обидчивы. Вы поняли? Писали святые, а толкует... Ну, не святой, да? Писал работяга, а исследовал лентяй. Ну, как он будет толковать Писание? Естественно. По-своему, да? Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. То есть, заметьте, плотской человек по воле человеческой никогда не мог говорить такие слова, как вот это Петр пишет, и чему Дух Святой учит нас. Плотские люди, выходя за кафедру, что говорили, как правило? Пророческое слово. Вы знаете сегодня мне, чтобы Бог открыл? Оказывается, что нам ничего, братья и сестры, не надо делать, уже все сделано. Я говорю, почему же Дух Святой говорит, что еще не все сделано, и еще, говорит, претерпеть до конца, кто до финиша добежит? Это, говорит, неправильный перевод. Да, да, говорю. Там, где, говорит, на птиц небесных, там правильный перевод. Где плотица размножаться, правильный перевод. Где римлянам правильный, где евреям в поте лица будешь есть хлеб, говорит, правильно. А тебе, говорит, благодатью вы спасены. Такое толкование. И заметьте, тот, кто не борется с грехом, кто не подчиняется Духу Святому, заметьте, он не может произносить пророческие слова в церкви. Говорить о том, что если я грешу, живу во грехе, я оправдую его, буду ли я читать и учить людей, живите без греха. Будьте святы, потому что я свят. Если я так начну читать, а сам грешу, люди что скажут? Чеб корова мычала, твоя обмолчала, правильно? Поэтому я и говорю, вы на меня не смотрите, смотрите на Иисуса Христа. Странно как-то, да? А почему Павел говорит, подражайте мне, как я Христу? Ну так кто ж Павел? А ты? И смотрите, никогда пророческое слово не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали, говорить вот эти слова могли кто? Изрекали его святые, божьи и человеки. Будучи движимы Духом Святым, который, Дух Святой, учил их святости, и они подчинялись и становились святым. Вы поняли, почему Дух Святый называется? Потому что Он делает грешного человека святым, то есть безгрешным. Вы поняли, да? И только потом ты будешь говорить мысли Божьи. Будешь говорить, ну, по образу мышления Божьему. А теперь смотрите, были и лжепророки в народе. Так обратите внимание, кто такие лжепророки? Люди, которые пришли в церковь, не изменились. Это пес, который раньше блевал, теперь что? Возвращается. То есть, заметьте, это люди, которые не подверглись чему изменению. Люди, живущие во грехах и оправдывающие грехи. И когда они, а они говорят, на нас не надо смотреть. А на кого же надо смотреть? В церкви. Ну, откуда? Оттуда. Два духа есть. Один говорит так именно. На нас не смотрите. Бедный я человек. Помните, цитирую всегда. А что ж ты такой бедный? А Павел богатый, говорит. Благодарю Бога, Иисусом Христом. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Что ж Павел богатый, Петр богатый, а ты бедный. И смотрите. Лжепророки в народе, как и у вас, будут лжиучители. Обратите внимание. У вас о ком речь идет? У нас. В тех, которые называются истинной церковью. Сатана куда, в первую очередь, хочет лжепророка всунуть? Там, где уже давно заблудились? Или где-то, где люди начинают, как бы, выходить из болота, из тайги на свет Божий? И заметьте. Которые введут пагубные ереси. Обратите внимание, слово пагубные, это какие? Гибельные. Которые приведут к чему? К гибели народа Божьего, к церкви Божьей. Заметьте. А что это за пагубные ереси? Смотрите. Второе послание Петра, первая глава. Одиннадцатый сих. Я не считаю, что в вере покажите добродетель, добродетель рассудительность. Дальше, дальше. А дальше написано. В ком это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. Одиннадцатый сих, смотрите, как говорит. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. То есть, заметьте, это не погибель будет, да? А как двери перед кем закроются? Кто с грехами во благодати хочет попасть в широкие врата? Откроется свободный вход только как? Вот так, если будете поступать, как вот мы читали с вами. А пагубные ереси, то есть учения, которые что сделают? Научат людей так, что с грехом не обязательно бороться, что победить его невозможно, что святым был только Иисус Христос, потому что был зачат от Духа Святого, а мы от грешных родителей, да? Стихи будут подбирать такие, что мы ничего не можем, не пытаясь понять, о чем вообще речь идет в Писании. Заметьте, лжеучители, это люди остались самим собою, то есть люди не преобразились, люди не стремящиеся к этому, и они будут говорить по воле чьей, по Божьей или по своей, по плотской, по сатанинской. Да, они будут выбирать стихи, которые будут оправдывать грех. А если бы кто согрешил, то что написано? То мы имеем ходатая. А что ты выше не прочитал? Пишу сие, чтобы не согрешали, да? Вот берется, одночасье умалчивается, а если кто согрешил, то мы имеем ходатая. В смысле, как можно понять? У него много крови, грешите, не стесняйтесь. У него много крови. Сие пишу, чтобы не согрешали, чтобы вы боролись. Ну, друг, не про бодрство, то что? Ну, не упадай в отчаяние, есть кто простит. Но произвольно же не греши, правда? И смотрите, «Уведут пагубные ереси». Обратите внимание, откуда это все идет. «И отвергаясь». Что такое слово «отвергаясь»? Отвергать кого? Слушайте. «Отвергаясь искупившего их Господа». Скажите, в народе могут быть люди, не верящие вообще в Иисуса Христа и не крестившиеся во имя Христа? Узумите, чтобы быть в числе народа, то нужно хотя бы креститься. Хоть бы формально, да? Заметьте. «Господь их искупил». Они искупление приняли, что Он за них все сделал и взял их не грех. Они приняли это? Верою, когда крестились. Приняли. Но заметьте. Иисус Христос говорит, «Старое я беру на себя, а новое я тебе буду говорить, иди не греши». Обратите внимание. «Искупление Его мы берем, а учительство Его, что Он нас учит, вразумляет, что не надо делать, мы что делаем? Отвергаем». То есть, заметьте, как Спасителя, который все сделал для спасения, мы приняли, а как Учителя, который будет учить нас не грешить, что нам такое не надо, говорит, спасение. У меня один человек сказал, говорит, «Я говорю, вы знаете, мы и на небе будем продолжать усовершенствоваться, мы и на небе будем думать, и копаться, и что-то делать». Он мне так сказал, «Если на небе будем мы еще продолжать что-то делать, не надо мне такое небо». Я говорю, «По вере вашей, да будет вам, вас туда не возьмут». Тут речь идет, что на земле ничего не надо, а есть еще и на небе. А что, мы будем лежать просто под яблонями, под пальмами, бананы, кокосы будут падать, и мы будем кушать, 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 ожиреем, как на свиноферме лежать будем, и то блаженство, в смысле, и взгляд, как у свиньи будет. Вы видели, когда свинья голодная, когда она естся, какой взгляд у нее? Когда она голодная, у нее взгляд живой, когда наелся, у нее склерозный взгляд. Вы что, представляете, что так будет на небе? Едим, едим, толстеем. Нет. Будем познавать бесконечную любовь к Христу. Будем учиться, будем возрастать. Так, смотрите, откуда ереси идут? Искупивший нас Господь, взявший наши грехи, после крещения, что делает? Духом святым обличает, во грехах подсказывает, да? Что надо делать, с кем надо бороться, как надо бороться, напоминает стихи, да? Так обратите внимание. Господа вообще приняли и крестились, а то, что он после крещения говорит, мы что делаем? Отвергаемся искупившего нас Господа. Царем, чтобы ты был над нами, мы согласны, пусть пальмы будут здоровые, бананы большие, кокосы пусть будут как арбузы, арбузы будут как, не знаю, трамбовки, которые асфальт катают. Но, говорит, быть царем нашей души, учить и умничать, мы не согласны. Заметьте, евреям нравилось, когда он им обещал, ну, они думали, что он будет царем и защищать будет, язычников накажет, разбит, разобьет этих римлян, да? Царствуй, давай нам медовые потоки на скалах, давай нам молочные реки, кисельные берега, ну, пожалуйста, сердце наше не умешивайся, мы свободны. И заметьте, мы не хотим тебе подчиняться, а так обеспечивая нас всем. И заметьте, людям хочется быть в том царстве и пользуются всеми благами, но не хочется слушать того, кто будет царем и кто хочет душу нашу и спасти от греха. И заметьте, лжепророки, которые отвергаются, то есть против чего? Против Духа Святого, в котором Господь нам говорит, как надо жить и что надо делать. Вот это настоящая истина, которую мы прочитали, в которой мы должны стоять. Лжепророки не пойдут этим путем, они не ходили, не пойдут, и учить народ так никогда не будут. Они будут говорить о сладких плодах на небе и о том, что мы будем, наверное, в 144 тысячи и будем от удовольствия покачиваться и говорить, но я вас буду приглашать к себе в гости в небесный Иерусалим. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. И смотрите, пагубные ереси, тот, кто не слушает Духа Святого, тот не слушает, отвергает, кого в лице Духа Святого? Господа, в Которого крестился. Вы поняли? Можно в Его имя креститься и Его не слушать и отвергаться. Подписать с Ним договор о любви и слушать я тебе не собираюсь. И дальше написано, и они навлекут сами на себя, слушайте, спасение, скорую погибель. Любое учение, которое оправдывает грех о том, что ничего не надо делать, крест не надо нести, что мы спасаемся в благодати, это и есть что? Лже пророки и пагубные ереси, которые приведут учителей этих ложных к гибели и если слепой ведет слепого, то и народу что будет? То же самое. и многие последуют их разврату. Знаете почему? Вы согласитесь, не каждому захочется вот так делать каждый день, бороться, думать, бодрствовать, резвиться, правда? Многим будет казаться, да, это тяжело, да, это невозможно. И заметьте, когда появятся уже пророки, они с радостью примут спасение обещают, да, борьбы не надо. Представьте, два пути спасения, один, бегать, вкалывать, закаляться, купаться в холодной воде и спасешься. Второй путь, лежать на диване под теплой периной, в постель принести, покушать, все сделали и тоже спасается этот человек. Скажите, вот так, чисто рассуждая, если все равно спасение, каким путем легче идти? Зачем мне та закалка, зачем мне та тренировка, правильно? И так как душа человеческая ленива, то многим понравится путь спасения, но все-таки какой? Дешевый, посмотрите, какой. И поэтому написано, многие последуют их разврату. Один говорит, вот это сижу, тебя слушаю, и у меня, говорит, уже крыша едет. И вот как приятно, придешь в церковь, споешь про перекличку небесную, где по милости Господней буду я, поучаствуешь в вечере, такой мир Божий, говорит, ну как тебя слушаешь? Такое ощущение, ты знаешь, твоя пробовать разбила в нас веру. Я говорю, веру? В Бога? Я говорю, самоуверенность, у вас веры, наверное, не было. Вера-то вот она. И многие последуют их разврату. Заметьте, что такое слово разврат? Развращенный, испорченный. Бог говорит, вот путь, по нему идите. Он узкий, тернистый, ворота узкие. И заметьте, натура наша, плоть наша, что хочет, где бы полегче, где бы сбоку. И заметьте, разврат? Кто-то уже развратился, кто-то не слушал Господа, окрептся и мысли, что грех непобедим, бороться не надо. И слушайте, одни развращенные развращают тех, которые едва отстали от них в заблуждениях. И написано, и через них, заметьте, через кого? Через развращенных лжепророков и развращенных людей, которые последуют этому разврату. А они же называются народом Божьим, церковью Божьей. А люди-то смотрят, что вытворяют верующие, и заметьте, через их поведение, через их учение, оправдующее грех и потакающее греху, через них путь истины, то есть слова о борьбе с грехом, слова о святости, о чистоте, об усилиях, чему будут подвергнуты, через них путь истины будет в поношении. Глядя на плохих, будут говорить о хороших. Все вы хорошие. И за них, и за тех, кто в это верит, и этим путем идет, путем благодати, спасения во грехах. Вообще к церкви его поняли, многие, почему не приходят. Смотрят, такое вытворяют, такое говорят, и при этом говорят, а Иисус все равно со мной. Ну, хорошо себе, значит, Иисус покрывает кого? Бандитов. Так получается. Так что же это за царство? Зачем туда идти? Зачем это все видеть? И мучиться? Путь истины, то есть, заметьте, Слово Божие, вы знаете, почему сегодня, ну, многими людьми не воспринимается, насмотрелись, вот кто что вытворяет, чудеса и знамения, и говорят, это все результат Слова Божия, Библия, это говорят по Библии и все. Но это не по Библии, это выхваченные отдельные места для того, чтобы вот такое впечатление создать. Сатана переживает, если мы показываем путь истины. А если вот такие глупости и такие ереси, хорошо, кто и хотел бы прийти к Богу, не придет больше в эту церковь. Сегодня проблема номер один во всех церковях, знаете, какая? Все евангельские методы себя исчерпали, народ не идет. Количество членов уменьшается. И как их привлечь? Не идет народ. Наелись уже, насмотрелись. И дальше написано. Лже пророки. Из каких соображений будет такой обман говорить? Написано. Из любостяжания. Мне один пастор сказал, говорит, если бы ты был в Америке и вот так вот сказал, народ бы сразу встал, а в Америке, говорят, каждая церковь своего пастыря сама содержит. И если ты, мне говорят, рассказывай про грехи Давида, как он гулял, про Израиля, ну только, говорит, не говори, что здесь, ну не скажи так, чтобы кто-то понял, что тут тоже есть некоторые. Говорит, как только ты такое скажешь, вот так прямо, как ты говоришь, народ Божий станет, выйдет посреди твоей проповеди, и ты останешься без содержания. Так я говорю, значит, 30 серебряников получаешь, и Христа нужно что? Сдать, предать? Смотрите, если говорить правду людям, скажите, много людей пойдет? Горькую, но правду много пойдет? Скажите, а содержание, если людей много, будет большое? Вы поняли? Чтобы больше было людей, то нужно под всех подстроиться, всем наговорить, всем нагородить, навешать, и ты спасешься, и ты спасешься. Скажи, что не надо курить, тогда я не хочу слушать. А если при молитвенном доме комнату для курильщиков сделать? Тогда и курильщики будут приходить. Я говорю, неплохо было бы сделать и для мужчин и женщин одну комнату, ну, в перерыве пойти, немного. Ну, тогда все будут приходить? Ну, согласитесь, неразумно будет. Помните, когда храм строили, при храме были комнаты и в Тове, и в Санавалата, помните, у разбойников некоторых, комнаты там при храме где-то. И это неправильно было. И смотрите, из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Что такое льстивые? Ну, льстить буду, говорить буду, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, чтобы вы не задумались, чтобы вы уверовали, чтобы вы ходили сюда. Приходите, будем на иных языках говорить, в ладоши будем хлопать, пританцовывать будем, через вечерю покушаем и сразу Христос уйдет в сердце и спасемся. Приятно, правда? Льстивые слова, то есть для того, чтобы польстить. Ой, вы так хорошо сегодня выглядите, как одна женщина говорит, я в этой церкви остаюсь. Была одна сестра, которая всех целовала святым лапзанием. Ну, знаете, не у всех это принято, а она так, кого встретит в дверях и по полной программе, поцелуев выпишет. И одна заходит, пошла в одну церковь, холодком отнеслись, во вторую церковь, а в эту зашла, а ее в дверях обцеловали с ног до головы. Говорит, все, вот это любовь, тут и остаюсь. Ну, а та женщина, в общем-то, ну, как, не то, что она там любит, не то, она, ну, так надо, вот, ну, как умело, так понимала, вот тут я и остаюсь. Говорю, где-то мне говорили, знаете, как за границей часто бывает такое, ой, вы так хорошо выглядите, а там шкурки иногда висят уже, извините меня, как на индюке, ну, вы так хорошо выглядите, она говорит, вот, я в эту церковь буду ходить, пастор такой вот, в общем, про мои шкурки так говорит, что они подтянутые, ну, я не к тому говорю, что нужно говорить про шкурки висящие, ну, вот это лесть, ой, вы так сегодня хорошо выглядите, ой, мне так нравится, вы какую машину купили, вас так Бог благословил, мне хотелось бы вас посетить, кофе попить, ну, может, пора кончать, дети, кофе гонять, и лапшу готовить, и вешать, может, все-таки стоит, приближается происшествие, может, нужно правду сказать, я не говорю про шкурки, не в шкурках дело, я, вы поняли, о чем говорю, нужно сказать, ну, правду, в любви, в терпении, ну, сказать правду, люди, погибните, зачем вы эти деньги платите, зачем вы сдаете, кстати, хочу сказать, смотрите, люди готовы сдавать деньги, и содержатель же пророков, пусть клеят басни, заметьте, за свой счет, похоронную процессию, мы оплотим все, вы тут спойте, винги купите, себе, собственные похороны, за собственные деньги, вы не хотите устроиться на работу, и это, заработать денег, много за границей, купить себе золотой гроб, чтобы вас его туда, вас в него вложили, закрыли, глупо вроде, правда, собственные похороны, за собственные деньги, помните, почему в конце 10 главы Матфея написано, и кто напоит одного из малых сих, хоть чаши у холодной воды, помните, эти из любостяжания, басни клеят, и их содержат, а кто-то говорит, если хоть воды дадите, и то уже будет хорошо, то есть я хочу сказать, отношения людей, из любостяжания будут уловлять вас, кто-то из-за денег, а кто-то из-за чего, ну хорошо быть лидером, правда, какая разница на ком поприча, главное, что я лидер, ну за мной люди идут, вы знаете, что люди не могут просто жить, если они не первые, какая разница, в какую сторону вести, или в ады, или в рай, главное, что я веду, меня уважают, я почитаемый человек, из любостяжания, и ради славы, и ради денег, это будут делать, и дальше написано, суд им давно готов, то есть они уже что, приговорены, давно приговорены, слушайте, они в церкви обещают вам, что свободу, они уже приговорены к расстрелу, извините, что я так говорю, ну к озеру Агниному, расстрел, между прочим, это легкая смерть, лучше было бы, если бы им повесили мельничный жернов, это очень неприятно, расстрел сразу, раз, голова, на вылет, все, мельничный жернов, еще задыхаться будешь, еще тонешь, а тут суд будет, каждому по делам, суд им давно, готов, слушайте, кому давно, всем уже пророкам, и всем, кто за ними идет, и погибель, их не дремля, то есть, не пройдете мимо погибеля, а погибель задремала, она все время бодрствует, чтобы наказать, то есть, речь идет о том, что возмездие будет неотвратимо, ибо, теперь смотрите, написано, Светхого Завета взято, ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, о чем речь идет, не пощадил, ну, если было так, как говорят уже пророки, что нас пощадит, то ангелы, что скажут согрешившие, ну, где же справедливость, этих пощадил, а нас не пощадил, вы согласитесь, что это несправедливо, двое сделали одно преступление, одному амнистия, другому тюрьма, амнистия молодой красивой девушки, тюрьма бабушки старой, не, ну, подожди, у Бога нет лицеприятия, обратите внимание, если нас Бог прощает, то ангелов почему не просил, слушайте, что Петр пишет, ибо если Бог ангелов согрешивших, не пощадил, но, связав узами мрака, связав узами адского мрака, заметьте, о каком, вы поняли, почему в первом послании Петра, третьей главы, речь идет, в преисподние места, он спускался проповедовать, слушайте, адский мрак, ад это место, куда закапывают покойника, скажите, там светло или темно, темно, правда, и слушайте, как у покойника в гробу темно, так и у того, кто предался греху, в его голове, в его сердце, что адский мрак, вы поняли, о чем идет, света Божьего нет, и заметьте, ангелы Божьи, которые когда-то были Божьими, а потом согрешили, не раскаялись, заметьте, связаны, что такое связаны, они уже не могут, вот они решили участь свою уже навеки, руки их не связаны, и они уже не могут, что, изменить того, что сделали, они связаны, то есть обречены, узами, ну, как бы цепями, веревками, да, адского мрака, то есть, грех настолько их ослепил, что они уже, что, не могут выбраться из этого, они уже обречены, то есть, вот, грех, который к смерти, хула на Духа Святого, дальше, предал, блюсти, то есть, предал охранять их, чтобы они не избежали, суда для наказания, то есть, обратите внимание, уже неизбежно наказание для согрешивших ангелов, да, и дальше, и если не пощадил первого мира, если нас второй мир пощадит, то почему первого, ну, несправедливость, если первого мира не пощадил, почему не пощадил, если бы покаялись, пощадил, обратите внимание, в преисподние места земли, в допотопный мир, где дела и помысл людей были зло во всякое время, это был адский мрак, заметьте, в лице Ноя, который строил и говорил, и был сторонником правды, Дух Святой, или Христос, сходил через Ноя и проповедовал в те преисподних местах земли, чтобы задумались люди, да, и сколько спаслось из адского мрака, восемь человек, а знаете, сколько было людей, я не знаю, но вы знаете, сколько нефти в земле, это люди и животные, весь мир сейчас ездит на них, это горючее, это останки животных и людей, превратившихся в нефть. Вот смотрите результат, не пощадил, мы на них сегодня ездим, и заметьте, если не пощадил первого мира, но только восемь душ, что раскаялись и повернулись лицом к правде, только те и были спасены, а все остальные легли костями, были потоплены, и заметьте, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, заметьте, речь идет не о покойниках, буквальных по 1 Петра 3 главе, а о чем? О живых покойниках, о мертвецах живых, восемь душ, это живые же были люди, вот они, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, слушайте, проповедника, то есть он был кто? проповедал, прорекал, пророческое слово, проповедника чего? Правды, какой правды? Прекратите делать грех, противостойте дьяволу твердой веры, не грешите, остановитесь, раскайтесь, вы поняли проповедник правды? Кто в церкви проповедует, что мы ничего не можем, и мы спасемся не делами, а верою, слушайте, он проповедник чего? Правды или неправды? лжи. Вот истина, в которой вы стоите, истинная благодать, вот о чем мы читали, что Петр пишет. Все, что оправдывает грех, все, что склоняет к сонному царству, к сонному состоянию, мир и безопасность, все это, что проповедники чего? Неправды, вы поняли? Извините, но я скажу, мы финансируем, знаете кого? к сатану. Неправда поддерживается за счет народа Божьего. И дальше. Значит, сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. То есть, заметьте, кто был нечестивым, кто жил во грехах, были потоплены потопом. И только праведники попали в ковчег. То есть, заметьте, членство церкви спасет церковь? Или все-таки личная святость каждого? Мы читали с вами, отделит пшеницу и плевелы, козлов и овец, помните, да? Рыба худая и рыба добрая. В конце Царство Небесное будет подобно кому? Царю, который сядет и отделит, пересортирует. То есть, фактически, все обещания лжепророкова спасения будут ничем иным, как вот в этой же главе написано «Произнося надутое пустословие». Знаете, что такое слово «надутое»? Слышали, говорят, надули нас. Это что? Да, большой был шарик надутый. Но когда он лопнул, оказалось, внутри ничего нет. Нам очень много нас надувают. И надувают, извините, но я скажу, из-за кафедры надувают. И заметьте, как надувают. Почему надутое пустословие? Спасение во грехах и с грехами по благодати, это что? Это вам так хочется. Я часто задаю вопрос, так написано, что спасемся во грехах или так хочется? Я говорю, так написано, покажи. А потом говорит, слушай, а ведь действительно хочется. Я говорю, потому я тебе задаю вопрос. Ты так хочешь, потому так толкуешь, или так написано? Но не по нашим же желаниям будет происходить отбор спасенных, правда? По правде Божьей. И если города Содомские и Гоморские осудил на истребление, превратил в пепел, слушайте, показал пример будущим нечестивцам. А кто будущий нечестивцы? Можем быть ими, даже и мы можем, нечестивцы, люди, продолжающие нечестиво жить, крестившись во Христа Иисусом. Люди нескромные, люди гордые, люди жадные, люди обидчивые, люди ропотные, люди недовольные, возмущающиеся, не покоряющиеся никому, никак язык свой не обуздывающий. Заметьте, будущие нечестивцы, все, кто в будущих веках придет когда-либо к Господу, ко Христу и будет продолжать жить во грехах, это пример будущим нечестивцам. Речь идет не о атеистах, не о коммунистах, о ком? О народе Божьем. Вы слышали такую пословицу? Среди народа Божьего трудно найти человека Божьего. Слышали? Да, мы все вместе народ Божий. Конкретно, давайте конкретно. Кто может вот так себя вести? Никто. Кто задает хоть вопрос, как достичь? Одна сестра сказала к пастырю, пришла, крестилась, уверовала, первая проповедь, пастыр стала говорить, она подошла к нему и говорит, слушайте, а когда мы будем говорить, как избавиться от греха? И так она сказала, как будто бы торопится. И пастырь ей сказал такие слова. Сестра, куда ты торопись? У нас впереди нескончаемая вечность. и она сразу сказала, это не та церковь, это не тот пастырь. Я больше сюда не хочу ходить. Ну, подумали, наверное, у нее веры нет. Нет, у нее вера в Господню. Она не верит этим заблуждениям, написано-то по-другому. И смотрите, а праведного лота одного из этого города, утомленного обращения между людьми неистово развратными. Слово неистово, это о чем говорит? Ну, дошли до чего? До бесчувствия, до безумия, безмозглости. Неистово развратными, то есть уже вообще, говорят, крыша поехала. И слушайте, он что делал? Радовался, Заметьте, как написано. Он был утомлен, вот это, что живет среди них. Он был утомлен, видя, что творится. Иногда мне говорят, когда ты уверовал, ты был веселый, а сейчас, чем дольше в церкви, тем более печальный. Говорят, чего радоваться? Живу среди тех, которые говорят, что мы ничего не можем. Так я и умеру, бы вы там тоже ничего не могли. От переменами слагаемых сумма не меняется. Какой смысл было уходить оттуда и прийти сюда и продолжать старой жизнью и жить. Я же читаю, мне ждет гибель. Так смотрите, для чего Бог приводит примеры через Петра? Допотопный мир, ангелы согрешившие, Содом и Гамора, что их не пощадил. Теперь смотрите, тех, 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 тех не пощадил, а нас пощадит. Справедливо? Евреям усилия надо, евреям, а язычникам надо благодать. Извините, в одно попадаем в небо, бедный еврей три шкуры с него сняли, поти лица вкалывал, еле спасся, а мы вообще ничего не делали. Правда несправедливо? Один окончил школу, прогуливал пиво, пил, золотую медаль дали, другой учился, учился, одну четверку получил, серебряную дали. Правда вообще? Не советский ли подход? Зачем стараться быть качественным работником, если все равно часы отрабатывали? Вы помните, кто-то качественно работал, кто-то некачественно, а все были на ставке? Какой был стимул у работника, который с качеством работал? А зачем мне стараться? Библия об этом же говорит. А праведного лота, утомленного обращения между людьми неистово, развратными, избавил. Так смотрите, кого избавил? Одного. Заметьте, жена сильно скорбила по имуществе, обернулась, не дошла, ну взял бы бы Бог, да и ее просил уже муж. Ибо сей праведник, обратите внимание, почему сказано праведник, праведные дела дел, стремился к чистоте и святости, сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе. Слово мучился, о чем говорит? Когда ты видишь, когда родные и близкие, члены церкви твоей живут во грехах и ты понимаешь, что они гибнут, как можно радоваться вообще? Здесь речь не идет о злорадстве, речь не идет об обиде на народ Божий, а речь о чем идет? Братья и сестры, вы же гибнете, ну как можно вот так жить, как можно так толковать Писание? То есть, это нормальная скорбь вообще? Уже чувство жалости к тем, кто гибнет. Вы знаете, почему часто именно руководители церкви были инициаторами убийства пророков? Знаете почему? Ведь то состояние, в котором обличали народ Божий пророки, было результатом чьей работы? Рыба гниет с головы. Каков поп такой приход? Слышали такую поговорку? И знаете почему? Руководители первые поднимали камни и насрали народ. Вы помните, потому что подрывался их авторитет, разоблачалась их ложь. Но они же все от имени Бога говорили. Вы обратили внимание? Все пророки Божьи говорили правду и за это их убивали. А все уже пророки что предсказывали народу грешащему? Не будет вам беды. Господь с вами. Идите на войну и выиграете. Помните, да? И сегодня нам нравится. Говорите нам лестно и предсказывайте приятное. Устраните от глаз наших святого Израиля. Не надо нам говорить о святом Христе. Христос святой, но мы не можем быть такими. И дальше он мучился в праведной душе лот видя и слыша дела беззаконные. Слушайте. Речь идет о делах. То конечно, слушайте, это для чего перечисляется? Это написано для того, что если Бог тех блюдет к наказанию, кого-то уже наказал, а кого-то блюдет, чтобы не избежал наказания, то конечно, если Бог так делал, то конечно знает Господь, как избавлять благочестивых. Слушайте. Кто стремится к чему? К благочестию, к добру. Знает, как избавлять благочестивых от искушения. Слушайте, так значит, может Бог избавить от любого искушения? Знает. У Него есть сила. У Него есть знание. Есть. Он знает. Если ты будешь стремиться к благочестию, то Его знание, Его сила будет дано вам, и вы избежите искушения, останетесь праведными, и какая судьба будет? Ну, спасение будет. А беззаконников, которые стремятся к козлу, оправдывают свой грех, слушайте, знает, как соблюдать к дню суда. Что такое соблюдать? Взять под стражу, чтобы не избежал до дня суда, и чтобы получил по полной программе наказания. Для наказания, слышите? А наипаче, то есть, а наиболее тех, которые идут, слушайте, а в первую очередь пойдут под суд для наказания те, которые идут, слушайте, пришли в церковь, и якобы идут в церковь, ходят, якобы, за Христом, читают, поют, молятся, но в жизни, когда сатана говорит, ответь злом за зло, идут, слушайте, ногами в церковь, а в душе идут в след, то есть, по пятам. Помните, мы читали 1 Петра, 4, нет, не 4, а 3 глава, даже 2, 21 стих, ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, составил нам пример, чтобы мы шли по следам, заметьте, в след, да, получается, по следам, в след, шаг за шагом повторять подвиг Христа. Одни идут в след Христа, в след того, что Дух Святой говорит, другие в след, слушайте, чего, скверных, слушайте, скверные, похоти, обиды, зависти, гордость, крик, гнев, раздражение, пьянство, убийство, прелебодеяние, вздохи, ахеры и так далее. В след скверных, похоти и плоти, то есть, получается, презирают начальство, имеется ввиду, выступливые, ропотники, все время против, то есть, не учатся научиться смирению, кротости, то есть, всегда возмущение. Заметьте, для спасения нужно научиться быть спокойным. Вы вправе не подчиниться, но не вправе психовать. Вы поняли, о чем речь идет? Речь не идет о том, что выполнять все глупые приказы, но возмущаться, психовать, оскорблять, это что? Не к лицу христианина. Ты должен быть спокойным. Ну, а потом, пожалуйста, не подчинись, но благородно это сделай. Да, вы вправе иногда мужу, может быть, жена вправе иногда мужу не подчиниться, но как? Возмущаясь, оскорбляя, обзывая, да, или как? Нет, конечно. Спокойно, в кротости, знай, что и как сказать, и когда. Значит, презирают начальство, герзки, своевольные, не страшатся засловить высших. Обратите внимание, речь идет о том, что вот это, что перечисляется, движет зло людьми. Злословие. Ну, не согласен, спокойно держись свое мнение. Нет, нужно еще и обозвать. Нет, нужно еще и зло свое как-то выразить. Теперь слушайте. Да, есть некоторые нехорошие господа, да, есть некоторые нехорошие мужья, есть нехорошие пастыри, есть нехорошие жены, но слушайте, вы вправе не подчиняться, но не вправе, что злится. И слушайте, да, бывает тот плохой, о ком мне говорят, что я его должен научиться в смирении принимать. Слушайте, да, он плохой, и у меня есть повод его не слушаться и оскорбить, но слушайте, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, заметьте, это о ком речь идет? Те, кто злословят, терпят, терпят, а потом как пошлют, ну, немного было силы, а речь идет, а ангелы превосходят нас силою и крепостью, то есть имеется ввиду по отношению к чему? Ну, по отношению к искушению, по отношению к беззаконнику. Кстати, когда мы говорим иногда, как его можно вытерпеть, я хочу иногда мысль такую сказать, вы знаете, что тот, кого мы не перевариваем, который пришел к Господу, и знаете, не знаю, как сказать, трудно переварить его, ангел Божий посылается к нему, ангел должен, мы не хотим встречаться с этим человеком, не хотим говорить, а ангелу знаете, какое поручение дается? Охраняй, подсказывай, а он же подсказывает этому человеку, этот человек, знаете, если кто-то из нас был на месте ангела, так это же, говорит, баран, кому ты посылаешь? Я его сегодня сто раз предупредил, он мне сто раз сказал, говорит, не учи ученого. Захотели ли бы мы каждый день спускаться и учить того, кто не хочет, говорит, что ты опять приперся сюда? Как вы думаете, Христос, который Духом Святым каждый день обращается к тому, который его не слушается, охота ему каждый день спускаться, охота разговаривать, охота, научился, натерпелся, ему жалко нас, а нам тяжело вообще одно слово, даже вместе побыть, руку подать, и слушайте, если кто-то не такой, да мы сразу возмущаемся, оскорбляем и злимся, заметьте, ангелы превосходят нас силою и крепостью, их еще больше не слушаются эти люди, но слушайте, они не произносят на них пред Господом укоризненного суда, то есть, они каждый день дают отчет Богу за каждого из строптивых подчиненных, дают отчет, и слушайте, что такое не произносят укоризненного суда, что такое укоризненный суд, не укоризненный, ангел прилетел и говорит, Господи, я сегодня был, я сегодня подсказывал, он 115 раз меня не послушался, в конце концов, чертыхнулся, он вообще делает все до точности, наоборот, сколько я говорю, Господи, что еще делать, как бы его спасти, это называется неукоризненный суд, он просто передает, ну, констатирует факт, наше непослушание, а знаете, какой укоризненный суд, я сегодня, ну, извините, ангелы так не говорят, это я вам так говорю, вот как мы говорим, я сегодня 115 раз его обличил, и этот козел, обезьяна без кармана, понимаете, вот это называется укоризненный суд, то есть, что в этих словах выражается, ну, баран же, правильно ты сказал, козло в отделе же, козел же этот, говорит народ Божий, это называется укоризненный суд, оскорбительное, говорим, вы поняли, с киверной эпохоти нами движут, так заметьте, ангела больше люди, ну, вы поняли, я почему так говорю, ангелы так не говорят, это мы так говорим иногда, это говорит, ух, я бы тебе сказал, но я верующий, не могу, я уже понял, по твоему выражению лица, что ты бы сказал, невысказанное зло, оно тоже зло, правда, но если внутри у меня оно есть, и я от него не избавляюсь, и считаю, что оно правильно, заметьте, ангелы не произносят укоризненного суда, значит, учатся нас терпеть, Христос, помните, когда сатана сказал ему, что ты, что ты тело Моисеева, помните, трогаешь, что ты его воскрешаешь, а он что сказал, тоже написано, не смел произнесть укоризненного суда, взял бы и сказал, да ты уже, сатанюка, заткнись, и не тебе бы говорить, мог бы так сказать, слушайте, не мог сказать укоризненного суда, если бы Христос хоть чуть-чуточку, нотку этого проявил, сатана бы сказал, а ты хорош, ты похож на меня, только меня прогнал, а сам остался, и заметьте, он что сказал, да запретит тебе Господь сатана, тихо, спокойно, без излишних эмоций, и заметьте, вот эти излишние эмоции, укоризненный суд, к чему нас приведет, к суду Божьему, на котором мы будем объявлены преступниками, а если я пастырь или член церкви 25 лет, тем более получишь, по полной программе, раб, знавший волю Господина, получит еще больше, и дальше, они, то есть, вот эти, которые своевольны, дерзки, непослушны, они, как бессловесные животные, знаете, почему называется бессловесные? Скажите, Дух Святой, Он говорит словеса, словами говорит людям, скажите, а животные их слышат? Животные слышат, ну, когда одна собака отняла в другой кость, она слышит об лечении совести? Или радуется вообще? Слушайте, животное называется бессловесное, не говорит и не слышит слов. Слышите? А теперь верующий, Дух Святой словами говорит, что мне не делать, осуждает меня в каких-то посупках. И если я подчиняюсь только похоти, плоти, инстинкту, брюхом мною руководит, живот, животное, я часто говорю, человек, у кого чело работает, руководит, а животное животом думают. Вы поняли? Низменные инстинкты. Человек, который просто, как живет по законам тайги, себе урвать, чтобы, по-моему, чтобы я был первый. Это, заметьте, какой человек, какой народ Божий называется? Бессловесный, слышите? Слушайте, вообще приятно так называть народ Божий. То есть, все, кто грешат, называются бессловесные животные. Приятно услышать о себе, что животное и бессловесное. Вы поняли, почему бессловесное? У человека есть интеллект, но если я им не пользуюсь, то я на уровне животного. И дальше. Они, как бессловесное животное, водимое, слушайте, кто ими управляет, кто водит, водимое природою. Какою природою? Вот в которой мы родились. Урвать, украсть, отнять, обидеть, обидеться, правда? Слушайте, мы водимся, мы служим Богу, а водимся. Господи, ты мною управляй. А потом, как управил кто-то мною, я как сказал, что всех и уши повяли. Так, слушайте, просили Бога управлять, а водимся, управляемся. Плотскою природою, то есть, чем обидами, зависями, гордостями, рвем, мечем, лишь бы было по-моему, обижаемся, мстим. Они, как бессловесное животное, водимое природою. Слушайте, кто так ведется природою своей, плотскими похотями, слушайте, это люди, рожденные на что? На уловление. Скажите, кто хочет нас уловить? Рыкающий лев, ходит как, сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, уловить и сожрать, съесть. Так, слушайте, кого сатана уловит? Кто водится своей природой, обидами, завистями, гордостями, жадностью, то что? Они рожденные уже на что? На уловление. То есть, они обреченные, они никогда не будут свободны от сатаны. Вы поняли, какие люди будут уловлены? Так, некоторые говорят, мы рожденные от Бога. Слушайте, если мы водимся плотскую природу, и обижаемся, завидуем, то мы рождены не свыше, а как снизу. Рожденные от земли, перстные, Адамовы, вплоть до Видова. И рождены на уловление. Мы все время будем попадать в обиды, в зависти, в дрязги, в споры. Будем возмущаться о революции, делать новой церкви, создавать под знаменем «Я обижен на всех, кроме как на себя». Все заблуждаются, кроме меня. И слушайте, рожденные, на уловление и, и слушайте еще, и на истребление, кем сатана полностью поглотит вас. Ну, а тогда и Бог вместе с сатаной. Христовы на небо, дьяволовы налево отойти. Дальше. Злословие то, заметьте, имеем право мы сказать, но не имеем право говорить со злом. Злословие то, чего не понимают. А скажите, а что эти люди злословят? Путь истины. Злословят, ругаются ему, помните, евреям Павел пишет, кому ему? Христу. Попирают ногами Сына Божия. Когда? Когда он стучит в сердце и говорит, послушай, сделай так, как я тебе говорю. Вот о чем речь идет. Значит, смотрите, злословие то, чего не понимают. Вот я вот это говорю, вот это читаю. Извините, но за что меня злословят? Говоришь и читаешь то, чего не говорят, не читают в церкви. А если и читают, то потом так, интересный такой фонд создают, что это, да, но мы должны стараться вообще делать, только у нас ничего не получится, братья и сестры. Ну так какой смысл? Зачем тогда стараться? Правда? Злословие то и убивая тех, кого не понимают и что они говорят, не понимают. То есть, заметьте, те, кто говорят о пути спасения, о истинной благодати, заметьте, люди по своей природе движимые, то есть, которые стаются самими собой и плотскими людьми, они не понимают тех людей, которые говорят, вот это то, что Библия пишет, да, не понимают этих пророчеств, злословят людей и отвергают истину и против Бога выступают, хулят Духа Святого. И дальше написано, злословие то, чего не понимают, то есть, заметьте, у них рассудка нет, у них темница в голове, чем больше пью, тем меньше ума, правда? Чем больше блужу, тем меньше рассудка. И дальше написано, в растлении своем, а что это за растление? Вот сколько вы предаете себя обидам, завистьям, гневу, крику, чем больше предаете, тем больше растлеваетесь. Что такое растлеваетесь? Гниете, разлагаетесь, в растлении своем истребятся. Ни в этой жизни не поживут, ни в будущее не увидят. Они получат возмездие за беззаконие от кого? От Бога, от Иисуса Христа Он будет судить, ибо они полагают удовольствие, заметьте, удовольствие не в том, что я буду протестать твердую веру сатане, не в том, что я иду через огненные искушения и с радостью принимаю, потому что это путь Божий. Заметьте, у них удовольствие, слушайте, один удовольствие находится в борьбе, в святости, в очищении, в том, что он приходит к какому-то результату, а другие в чем удовольствие? Они полагают удовольствие во вседневной роскоши, лишь бы мне было удобно, тепло и хорошо, при этом другому плохо, ну и пусть, главное, что меня Бог благословляет. Далее, срамники, слушайте, срам, срамники и осквернители, чего? Кого оскверняют? Сами себя. Они отвергают Святого Духа, Который их хочет изменить, сделать святыми, похожими на Господа. Дальше. Они наслаждаются обманами своими, заметьте, какими обманами. Братья и сестры, вот когда мы поели вечерю, вы чувствуете, как любовь Божия пришла к вам в сердце? И вдруг поворачиваемся друг на друга? Да. Вы видите, Христос вышел ваше сердце. Заметьте, они наслаждаются обманами своими. Христос сроду никогда так не уходил ни у кого. Через вечерю. Другое дело, через вечерю в жизни, я сейчас уже об этом не буду говорить, а потом в вечере, когда я поступаю так, что совесть моя не осуждает меня, когда я ломал свое тело, чтобы не согрешить и не сделать зло другому, то когда потом я иду чистой совестью на вечерю и участвую, тогда то уже не обман. Совесть моя не осуждает. Но когда совесть моя осуждает, я знаю, что я на того обижен, того не простил, а после вечери правда, братья и сестры, гипнотический сеанс, что у нас хорошо на сердце. Правда. И тут же встали и даже не поприветствовали, а обошли человека и не сказали ему доброе слово. Заметьте, наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Помните, Иуда пишет пиршествуя с вами на вечерях любви. Участвуют в обрядах, едят вечерю, святыню, а раз едим, то думаем, что же, наверное, со Христом уже соединились, а в жизни отвергаемся Господа. На вечерях Христа, я говорю, знаете, почему нам нравится Христа в виде хлеба брать? Он молчит. А Христос в жизни он говорит. А говорящего Христа ой, как не хочется слушать и любить и почитать. И дальше. Глаза у них исполнены любострасти. Увидев женщину, они что, похотливы? Увидев деньги, они похотливы. Перед ними карьера, и для этого нужно лебезить перед вышестоящим начальством, они страсть, как любят должность, страсть, как любят похоть, страсть, как любят. Я просто однажды присутствовал при одном таком видении, видение было в натуре, ну, не в смысле, не ночью это было. Один пастор рассказывал из Слова Божьего. И такой тон был, братья и сестры, да, мы должны, братья и сестры, да, да, ну, в смысле, какой-то такой похоронный, загробный голос. Ну, а потом сели кушать. И, может, вы увидели фильм «Операция И», как вот, один человек потер руки и говорит, о, ну, помните, да, учить студента, кто не работает, тот ест. Ну, такой возглас, такая радость, такой восторг. Приступаем к главной части нашего обослужения. Ну, и когда он сел, говорит, о, сейчас покужим, о, как я люблю дары Божьи. Думаю, он все сказал. Он не любит Слово Божье так. Он не в таком восторге, но как садится за пищу, у него лицо сияет светом небесным, преображается, гора преображения, блистает, радуется, настроение хорошее. Извините, ну, я не против там, ну, вкусно приготовлено, вкусно покушать. Ну, понимаете, когда радость покушать, вкусно, и небольшая радость, когда читаешь. Когда говоришь слова, нет такого восторга, нет такой радости, где-то, да, братья и сестры, крест нам надо нести, таким почихныканьем. Один говорил всегда так, говорит, ну, сейчас мы почитали, а сейчас приступаем к главной части нашего богослужения, ну, в смысле, застолья. Думаю, точно, главная часть, самая приятная. И смотрите, глаза у них исполнены, люба, страсти и я. То есть, обратите внимание, любят что? Страсти, похоти. Любые, мы читали, и объедение, и пьянство, неумеренность в еде, неумеренность в пище. Заметьте, даже обжорство стоит в одном ряду, скота ложства, мужа ложства. И тут же, и неумеренный прием пищи. Слушайте, ну, как-то уж совсем, да? В один ряд выставили всех. Ну, дар Божий, Бог дал, так хорошо, приятно покушать. Ну, говорит, неплохо покушать, но надо так кушать, чтобы мозги немного варили после кушания. И здесь написано, глаза их, у них, исполнил люба страсти и непрестанного греха. То есть, вы поняли, почему объясняют, что грех непобедим? Охота жить во грехе. И здесь пожить в удовольствие и туда попасть. Дальше. Они прельщают неутвержденные души. Какие неутвержденные? Кто-то еще толком не понял, так грех можно победить или нет? Вроде бы должны, но тут начали так объяснять странно. И слушайте, тут уже пророк как раз к месту. Да слушай, да будешь крест нести, да будет кровавый пот, да Господь сделал, да это праздник, шествие на небо. Приятно, правда, плоским людям? Неутвержденные, заметьте, в чем? В настоящей истине. Людей нужно сразу научить чему? Вот она, настоящая истина. В этом должны быть утвержденные и укорененные, как мы читали. И когда вы поймете, что другого пути нет, я есим дверь, я есим путь истинная жизнь, нет другого имени под небом, никто не приходит к Отцу, как только через меня, только уподобится мне. Это единственный путь спасения. И заметьте, неутвержденные души, те, которые были на молочной пище, не поняли самого главного, твердой пищей, не кормили их легко, что сбить на вот этот путь. Путь лжи. И дальше сказано, не приличают неутвержденные души. Сердце их приучено, слушайте, постоянно, если я делал, как сердце мое хотело, то сердце что? Приучилось, навык не слушаться Бога. Заметьте, навык послушания Богу должен быть и навык, привычка послушания кому происходит. В сатане точно так же. Если ты как закон подчиняйся сатане, привычка уходит. Ты по-другому уже и не можешь жить. Это сыны проклятия. Слышите? Что такое сыны проклятия? Их ждет что? Проклятия в этой жизни, обиженные, жадные, гордые, гневливые, и в будущее ничего нет. Проклятия по полной программе. Дальше. Почему они, сыны проклятия? Оставивши прямый путь, какой путь? Прямый путь. Вот мы читали, лестница Петра. Бодрствуй, трезвись, противствуй дьяволу, твердой верою. Достигай добра. До сих добра, опять думай, вникай. Не всякое добро приводит к хорошему результату. Часто добродетель без головы губит наших детей, мужей, жен. Будь добродетельным, приучишь людей к ленности, да? И заметьте, опять думай, опять воздерживай, опять борелись, опять крест неси. Об этом написано. Вот она истина. Вот он прямый путь. Вы поняли прямый? Короткий, но не такой уж и приятный. Но не сказать, что невозможный. Мужайтесь, я победил мир, сказал Христос. И вот написано, оставивший прямой путь. Вы поняли, какой путь оставили? Прямой путь, это Дух Святой конкретно говорит, что надо делать. Дело, это самый короткий путь. А вот это всякое объяснение, всякая ложь, всякое оправдание греха, это длинный путь. И при том, какой печальный будет финиш. Оставивший прямой путь, они заблудились. Слушайте, как заблудились? Они в висенной церкви находятся. Слушайте, они в церкви крестились, но что? Заблудились. Вы помните, 144 тысячи не осквернились женами. Женами имеется, они были в церквях в разных, но не осквернились. Когда речь шла о том, что нельзя победить грех, они что? Они помните? Следовали за Христом, куда бы Он не шел. Помните, да? Слушали голос Святого Духа и делали, как говорит Дух Святой. А если учили обратному, то что? Не осквернялись, не слушали и не поддакивали. Они заблудились. Заметьте, они в церкви заблудились, в обманах уже пророков. Идя по следам Валаама, вот история Валаама, да? Возлюбил мзду неправедную, похоти предался, и стал отступать от принципа у Божьих. Валаам заблудился, какой конец был? Гибель, да? Они идут по следам Валаама, заметьте, а Валаам, ну, было бы написано Корейда Фан и Аверон, ну, ладно, но Валаам кто был? Пророк? Слушайте, даже пророк, как только начинает поступать по-плоцки, а искушение всегда есть, слушайте, он начинает превратно понимать Бога и превратно понимать сатану. Сатана становится для него Богом, а Бог становится сатаной. То есть, путает уже голоса. Заметьте, пророк, помните, как он сам говорит? Пророк, у которого глаза открыты. Только, извините, в какую сторону? Что ему открыто? Слушайте, даже пророк может уже что? Неправильные слова говорить. Пророк. И заметьте, как только он отступает от принципов Божьих, позволяет плотским похотям управлять собою, то что? Все. Ты уже не можешь произносить по воле Божьей. Ты не можешь уже говорить людям правильные вещи. Ты уже осквернен грехом. С одним пастором я разговаривал, я ему доказал, что по Библии так. Сколько не сопротивлялся, сколько переводов не говорил. Я говорю, давай, любые переводы. Загнал в угол. Ну, я уже просто говорю, ну, ты понял, что не прав? Да. Я говорю, так может будем говорить так? А что люди подумают, когда я скажу, что оказывается, что было неправда, что я говорю? Я говорю, а что скажет тебе Бог, когда ты придешь на суд? Чем ты руководствуешься? Да скажи честно, ну, так учили, так понимали, сегодня открылось, давайте все вместе. Ну, что, упадешь в глазах? Наоборот, скажет, молодец, значит, честный, значит, неподкупный. Получается, ради славы, ради денег, буду продолжать врать. Вы думаете, многие пастыри не знают, что они делают? Меня когда первый раз исключали, исключали ни за что. Говоришь то, чего в церкви не говорят. Я говорю, так в Библии написано вот то-то. И пришел один пастырь из руководства, наблюдал за моими исключениями. Знаете, как он? Выслушал. Мне не дали даже слова в защиту сказать. Расстреляли по полной программе, не дав объяснить, за что и про что. Подходит ко мне этот пастырь и говорит, Саша, я тебя, говорит, отлично понимаю. Я был точно таким же. Я пришел в церковь, я ревновал на чистоте, я хотел, чтобы церковь встала. Я стал говорить, нарвался на такую стену непонимания. Меня стали все клевать. Я не знал, что делать. Подошел, говорит, ко мне один мудрый, в годах, пастырь, и сказал, говорит, ты знаешь, я тоже раньше видел это. Я тоже понимал. Я бился лбом об стенку, ничего я не смог сделать. И я принял решение, буду нести служение Богу. И он мне говорит, ой, этот рассказывает, и я тебе советую, не бейся, не старайся, ничего ты здесь не переменишь. Будешь пастырем, ты способный, и будешь совершать, нести служение. Такой вопрос, кому, да? И он говорит, я тебе тоже советую, помолчи, ты способный, у тебя талант, неси служение, будешь иметь должность, зарплату, и неси. Ты понял? Я ему взял и сказал, я говорю, значит, и тебя Бог побуждал, у вас я сказал, значит, и вас, говорю, Бог побуждал вступиться за истину, значит, и вы продали за 30 серебряников за зарплату пастыря? Вы, говорю, продали за зарплату? Я говорю, что, похож, вы ищите очередного Иуду за 30 серебряников? Их уже мало в церкви. Все мудрые, все знают, куда идем, и все молчат. И заметьте, они заблудились, идя по следам Валаама. То есть, заметьте, корость, слава, должность, за границей, устроить сынков, дочерей за границей. Заметьте, как все сваливают пастыри, и пастырские дети сваливают подальше от народа Божьего. Народ в пустыне остается, где Содом и Египет, где Господь наш распят. И заметьте, как все в землю обитованную идут, Соединенные Штаты Америки, Германия. Ну что же это такое? Ты выучился, заметьте, тот, кто достойный в церкви, простой, он не может учиться в семинаре, потому что за свой счет надо учиться. Сынок пастыря учится за счет церкви, и после этого уезжает в Америку и прописывается. Ну как это вообще понятно? А деньги церковные на что потрачены? На обустройство деток за границей? Я не против. Пусть детки едут за границу за свой счет. Вы согласны? Пусть едут. Ну за свой счет, пожалуй, это право у каждого человека. Пусть сынок пастыря учится за свои деньги, заработает, пусть учится, может тогда хоть будет ценить и относиться с ответственностью. Они заблудились, сидя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Слушайте, возлюбил и был вводимый мздою, деньгами. И заметьте, может так быть, что и каждый из нас вводимый зарплатою, славою, должностью. Не вступлю за правду, потому что на меня косо будут смотреть. В совет церкви не выберут. В Синедрион. Прямо уж там. Большая честь. Но слушайте, но был обличен, слушайте, вы поняли почему? Дух Божий обличал его? Он слышал? Настолько предался корысти мзде неправедной, что Бога не слышал. Так слушайте, услышала слова Божьи ослица, на которой он ехал, и ослица проговорила человеческим голосом. Когда же до тебя пророк Божий дойдет? Когда же ты свои глаза откроешь? Я не знаю, кто сегодня пастырей вот таких, которые тоже за мзду неправедную подписались и покоряются ей, да, похоти руководят. Кто же их обличит? Прочитай из Библии не тот перевод. Скажи, вот так ты уже пророк. Ну, так написано. Ну, что? Зимитросения посылать, чтобы вы поняли, что не так, да? Ну, что? Болезни допустить, да? Ну, заметьте, опять нужна ослица какая-то. Ну, мы привыкли говорить осел. Ну, в смысле тупой. Но тут оказалось, что, заметьте, ослица женского пола даже ослица поняла, что Бог говорит, что путь не Божий этот. А пророк колотит ее и шпорами колит. Говорит, ну, когда же ты это упрямая? Куда же ты сворачиваешь? Деньги впереди. И вот написано. Но был облечен в своем беззаконии бессловесная ослица, проговоривший человеческим голосом. Слушайте, пророческие слова говорил ослица. Прорекла правильно? Так, слушайте, ослица может стать пророком, а пророк может стать ослом. Заметьте, речь идет о пророческих словах. Да, так, слушайте, ослица оказалась кем в тот момент? Прорекла то, что не видел, не понимал пророк. Такого вопроса возникает. Кто же пророк? Слушался бы ослицу, ослица б тебя привязал в нужное место. Правильно? Ну, как? Это я пророка ослица буду слушать? Унизил Бог гордыню этого пророка. И дальше. Остановило безумие пророка. Кто? Ослица. Это, слушайте, это, вот эти люди, которые заблудились, это безводные источники. То есть, заметьте, они все время говорят, а воды нету, сути нет, обо всем и ни о чем, да? Безводные эти источники. То есть, не ходите, не пейте. Те, кто говорят о том, что можно спастись во грехах, это источники, у которых чего? Нет воды. Ну, видимость есть, язык подвешен, гамилетики научились, руками водят, вроде вода. Ну, говорят, водичка. Много воды сегодня было, да? Безводные источники. Далее, облака и мглы, слушайте, облако, из которого дождь не выпадает, и мгла, туман, а дождя нету, попить нечего. То есть, заметьте, вроде мгла, водяные пары, а пить, вот чтобы лужа была хотя бы, извините, или в кружку набрать. Заметьте, можно жаждать воды и мгла, туман, это же капельки воды? Попейте. Нечего попить. Вот вроде бы, говорят, и Слово Божие, вроде бы цитируют, учились, а воды так и нет. И слушайте, облака и мглы, или облака и мглы, гонимые бурею. Какой бурею? Суд Божий гонит их, они как будто ищут себе, как бы оправдать грех, сами погибают, людей за собой тащат, и заметьте, в каком направлении они идут? Вот нам не важно, в каком направлении, лишь бы ничего не делать, лишь бы спасись по благодати. Вот туда буря их и гонит. Заметьте, где говорят правду, они оттуда, как от бури летят, подальше от Слов Божьих. И дальше написано, им приготовлен мрак вечной тьмы. Слушайте, мрак в голове есть, пророки Божьи им говорят, они не слушают, они припираются, тьма остается, утренняя звезда в сердце не восходит, и светильник не светит, они не обращаются, они отвергают вообще все эти слова. Приготовлен мрак вечной тьмы, живете в темноте, и в темноту и уйдете навсегда. Ибо произнося надутое пустословие, вы поняли, надутое, надувают, обещают спасение во грехах. Произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские, слушайте, уловляют в плотские похоти. То есть так учат, что человек понимает, что нужно бороться с похотями или что? Нет, бороться нужно, но мы все равно не сможем таким и быть. То есть как? Ты, доченька, не кури, но не курить нельзя. Это как в переводе с русского на русский, или на иврит. Кури. Нет, мы, конечно, должны не блудить, но если красивый мужчина попадется, то как? Вот так. Нет, мы, конечно, должны стараться, но это же невозможно. Даже Давид, когда увидел Версавию купающийся. Да, хороший пример для подражания. Больше в Библии ничего нет. Смотрите на Давида и на Версавию, которая купается. Ну, будете смотреть на Версавию, то и тоже скупаетесь вместе. Юшкой умоетесь. Сколько заплатил он, убил мужа Версавии, сколько четырьмя сыновьями, помните, заплатил? Юшкой умылся. Чего ж про этого не говорить? Ну, Господь же его просил, я говорю, вы хотите простить, быть прощенными, чтобы и вас, ваших четырех детей или внуков Бог положил? Вы хотите? Ой, Господи, а я никогда не думал о том. Я говорю, вы видите, вы все время говорите, ну, Бог же просил, простил, четырьмя детьми рассчитался, хотите? По благодати, правда? Хорошая благодать вообще. Четверо деток в расход. Вот это благодать. Они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Те, еще умируют в заблуждении, а эти вроде поняли, что нужно как-то меняться, но еще не поняли, как и чего, и тут вдруг уже пророки и их обучили. В смысле, что это невозможно, что это нормально. А что ты такой печальный? Да ты знаешь, вчера согрешил. Да ничего, Иисус прощает, брат, радуйся, и еще раз говорю, вам радуйтесь. Да, да, хороший урок. Обещают им свободу, от чего? Что если будете кушать вечерю и мыть ноги, то что? Преподобными станете. Клику святых припишут. Ну, и вы, кто-то почувствовал, после омытых ног, как любовь начал к вам прилипать. Нет. После вечеря, да, посидели пять минут, гипнозом позанимались, потом вышли, глянули на лицо того, кого не любите, и что появилось в сердце? Совсем не божественная мысль пришла. Обещают им свободу, то есть, если ничего не будете делать, усилий не будете прилагать, то станете свободными по вере во Христа Иисуса. А если будете прилагать усилия, то вы кто? Книжники и фарисеи, и фарисеи, законники гробы окрашены, пытаются что-то сделать, а Бог их не возьмет на небо. Вот так учат. Обещают им свободу, будучи сами, рабы тления. Слушайте, сами живут во грехах, вот говорят, когда повечерешь, станусь хорошим. Я так смотрю, говорю, какой же ты хороший. И говорят, когда вы повечерите, то вы тоже станете хорошим. Будьте внимательны, наблюдайте, вы увидите. Как я однажды пошел к одному пастыру, слушайте, как избавиться от раздражения? Говорят, молиться надо. Но я говорю, молюсь, молюсь, слушайте, ничего не получается. Паститься надо. Я говорю, слушайте, я когда голодный, вообще не подходи. А потом смотрю, он как разошелся, как попер. И мне мысль приходит, что-то, я говорю, у больного спрашиваю здоровье. Как он тебе объяснит, как избавиться от раздражения, когда ты глянь только? Хорошо, что он не видит, что ты смотришь. Он бы тут же сразу притворился и показал любовь к Христу. А так как он не видит, что за ним наблюдают, ну я не специально наблюдал, просто оказался рядом. Ну как, обещают им свободу, будучи сами рабы к лени. Я гуляю, и брата научу, как не гулять. Ты только со мной свяжись. Любовь к Христу, он нас объединит, и мы оба избавимся, или оба загуляем. Бабка на двое гадала, да? Как говорит доктор, он будет жить, он говорит, если не умрет, то будет жить. Если не загуляет, то будет девственником. Ибо кто кем побежден, заметьте, когда? В данный момент, кто кому подчиняется, или голосу плоти, или голосу разума, или голосу сатаны, или голосу Христа, кто кем подчинен, побежден, кто кому подчинился, тот тому и раб. Так слушайте, если я член церкви, и подчиняюсь обиде, то кому я раб? Чей раб? Сатаны. Вы поняли, почему Павел пишет, раб Иисуса Христа. Вы поняли, почему раб он пишет? Я подчиняюсь всегда только тому, что говорит Иисус Христос. Тот тому и раб. Так обратите внимание, по членству, по должности в церкви, по знанию Писанию мы определяемся, чьи мы дети Божьи, или сатаны, или по поведению. Кому подчиняемся, и счастье сила в нас. Поэтому определяется, кто сегодня народ Божий, кто сегодня церковь, кто будет победоносно завершать дело Божие на земле. Все члены церкви подряд, и плотские, или только духовные. Я боюсь, что если плотские выйдут на войну с сатаною, то будет подобная картина, которая описана в Деянии, кажется, или 19, или 17 глава. Помните? Семь сыновей иудейского пересвященника Скевы вышли, подошли к бесноватому. Они слышали, что именем Иисуса гоняют бесов. И они подошли и сказали, именем Иисуса Христа, которого проповедует Павел, выйди вон. Сатана возмутился и говорит, ну, Павла знаю, гоняет меня, как сидоровую козу. Иисуса знаю, сколько не подходил, ни разу не дал мне. Но вы, говорит, я сижу на вас, погоняю вами, и вы на батьку рот раскрыли. И написано, и напал на них, и избил их, и так, что они ноги убежали. И вот так будет и с этим народом Божьим, который будет завершать дело Божье на земле, будет воевать против сатаны. Каждый день проигрыш сатане, каждый день уступка сатаны, а потом, говорит, я выйду, и когда будет костер гореть, я сделаю шаг в огонь за Иисуса. И говорю, памперсы купи хорошие, большие, для взрослых. О каком огне вообще идет речь? Слушай, тут огня нету, кто-то не так глянул на тебя, ты поглянь, печать зверя, глянь в зеркало. На челе. И рука дергается, и на руке уже начертание начинается. Звериное что-то проявляется. Кто кем побежден, тот тому раб. Ибо если избегший скверн мира, то есть, ушли из мира, перестали пить, курить, гулять, а продолжать обижаться, завидовать, то смотрите, если избегший скверн мира через познание Господа. Заметьте, что такое познание? Не просто через крест, а крест удержи, не психуй, не раздражайся, а дальше слушай, бодрствуй, внимай, делай, как Дух Святой говорит, и рассуждай. И когда ты познаешь, дойдет до твоего сознания, закон впишется в мысли и в сердце, то ты избежишь скверн мира. Что такое скверный? Заметьте, что такое скверняет? Обида скверняет? Скверна? Зависть, гордость, раздражение, жадность. Ибо избегший скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них. Заметьте, запутываются, вроде веревки по ногам пошли, да? Заметьте, если запутываются, то что? И падают, и побеждаются. Заметьте, о чем речь? В чем запутываются? Опять кто-то научил что не грешить мы не можем, что грех это пока что нормально, а когда мы изменимся, некоторые говорят, вдруг, при последней трубе, я говорю, ты не услышишь этой трубы, ты, вдруг, при последней трубе, в которой у вас трубит ангел, мы изменимся во мгновение ока. Это как, говорю, ты меня начнешь любить, что ли, в тот момент? Говорю, сердце от разрыва лопнет. Не получится. Вы знаете, почему написано трехангельская весть вот в конце? Ангелы трубят, и услышал я громкий голос по всей земле. Слышите? Сегодня ангел Божий трубит, а я глухоман, по полной программе. А потом, говорит, последняя труба, когда будет уже звать на небо, я услышу и пойду. Слушай, если три трубы прогремело, и ты ничего не услышишь, то четвертая вообще пройдет мимо ушей твоих. Она не для тебя вообще будет. Изменимся, там не пишется о преображении характера, а об изменении нашей плоти. Имеется ввиду, что старая, дряхлая, больная, оскверненная изменится. Сомневаетесь? Девятая глава, евреям, последний стих. Там о чем написано, я вам прочитаю эту мысль. Евреям, девятая глава, двадцать восьмой стих. Так и Христос, однажды, то есть первый раз принесший себя в жертву, чтобы подъять, что такое подъять? Взять на себя грехи многих. Второе разъявится не для очищения греха, слышите? Во мгновение ока. А что? Для ожидающих его воспасения. Кто уже что? Спасти от греха, и ждет уже, что готовым. Вот вам написано. Если мы опять, возвращаясь к 2 Петра, 2 глава, 20 стих. Если опять запутываемся в этих же похотях и побеждаемся ими, подчиняемся им, то последнее бывает для таковых хуже первого. Почему? Тот и не знал воли Божьей и грешил, получил бы меньше. Теперь узнав и опять вернулся, получишь больше. Вы поняли, какое преимущество у народа Божьего? Не здесь, не поживем, не туда не попадем. Мы получим больше, чем тот, кто крал, воровал, гулял и на Багамах отдыхал. Тот хоть будет погибать, так сказать, я ж накурился, напился, нагулялся, всех перепробовал, все банки ограбил. А ты же, не ел, не пил, не курил, не гулял, богослужение совершал, в обидах сидел, в ропоте и получаешь больше мне. Но он, правда же, ненормальный, он будет смеяться над нами. Лучше бы им не познать пути правды. Обратите внимание, лучше бы вообще они не приходили в церковь, если потом так начинают рассуждать. А таковых 95% в церкви людей вот таковых. Лучше бы им никогда не креститься. Некоторые говорят, ты знаешь, сколько я в жизни крестил? Я говорю, цыплят по осени считают. То, что ты крестил, наобещал очень много и поэтому покрестились. Это одно. А кто на небо попадет, это совсем другое. Вот там, говорю, и узнаешь, какая похвала и какая награда будет. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавший возвратиться назад, слушайте, к чему? Или от чего? От преданной им святой заповеди. Заметьте, пророческое слово, которое говорит нам, не греши, это святая заповедь. Знаете, почему святая заповедь? Почему святой закон? Знаете, почему? Он не допускает вообще неисполнения закона. Святая заповедь, ты должен исполнить заповедь. Одни говорят, закон отменен, другие говорят, нет, он не отменен, но исполнить его нельзя. Ну, какая разница? Отменен, я его не слушаю, исполнить нельзя, нельзя, я тоже его не исполняю. Вот и вся разница. Значит, лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними, с кем с ними? С народом Божиим, с верующими, в кавычках, в смысле они неверующие. Но с ними случается поверное пословице. Пес возвращается на свою блевотину, то есть, заметьте, наши грехи, это наша блевотина, и возвращение к грехам, оправдание их, это опять туда же. И вымытая свинья идет валяться в грязи. Не обращали внимание, почему возвращается этот пес на свою блевотину? Вы замечали, как он то, что изблевал, что делает? Опять съел. Вы поняли, что мы едим? Когда речь идет из-за катвера о том, что мы не можем решить, что это нормально, это знаете что? Это чья-то блевотина, вот это и есть истина, в которой мы стоим. Извините, но войн скоро будет. И вымытая свинья идет валяться в грязи. Грязь это что? Наши прошлые пороки, которым мы подчинялись. И я прочитаю тут уже немного. Третья глава, второе послание Петра, третья глава. Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные. Почему? Хочу напомнить, не все это поняли. Пишу второе послание, послание возлюбленные. В них напоминанием, слушайте, возбуждаю ваш чистый смысл. Ты заметите, чистым напоминанием, пишу об этом опять, с какой целью? Напомнить, лишний раз возбудить, лишний раз заставить вас подумать. И заметите, что такое чистый смысл? Мысли, ведущие к святости, мысли, ведущие к Господу, к избавлению от греха, это какой смысл? Чистый смысл. А мысли, оправдывающие грех, это какой смысл? Нечистый. И заметьте, эти мысли нам тоже постоянно за кафедрой напоминают. Для чего? Чтобы не забыли, что ничего не надо делать. Чтобы не забыли, а то кто-то может сказать, что крест нужно нести, его не надо нести. И Христос его понес. Нам нужно золотой на шее, деревянный, в машине повесить, на лобовом стекле. Вот какой крест нам нужно нести. Но не тот. Не борьбу вести со грехом и сатаною. И дальше. Для чего возбуждаю ваш чистый смысл? Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками. Слушайте, ветхозаветные пророки были какие? Святые. Дальше. Что они говорили? Продолжать грех, или говорили, что нужно перестать? Что нужно перестать. И заповедь Господа. То есть, заметьте, это же говорили пророки, и это же заповедовал кто? Господь. И заповедь Господа, и Спасителя, слушайте, преданную апостолами вашими, переданную через апостолов. То есть, вы поняли, кто такие божьи люди, божьи орудия? Вот святые божьи пророки, заповедь Господа, и те, кто продолжают это, это посланные Господом. Апостол обозначает посланный. Если кого-то послал Господь, почему он говорит не то, что Господь говорит? Вопрос, кто же его послал? Конечно, неохота сказать, что мне послал сатана. Но, то, что ты говоришь, противное Богу, то, что ты противишься Духу Святому, оправдуешь грех, стоишь в нем, ты послан, ты апостол. Только, помните, есть такое слово, лже-апостол, лже-пророк. Помните, Господь говорит, я не посылал их, а они сказали, Господь нас послал. Вы говорите, помните, что? Вымыслы своего сердца. Вам так хочется. Вам так кажется. Потому, вам такие видения и сновидения. И дальше. Прежде всего, знайте, что в последние дни, вот в какие мы живем, явятся наглые ругатели. Помните, я вам сегодня сказал, из Евреев написано, и ругаются ему. И заметьте, что такое наглые ругатели? Какие наглые? Упрямые, толстолобые, твердолобые, заметьте, наглые ругатели. Писание одно, а не в наглое другое. Дух Святой одно, а не в наглое другое. Наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, то есть, сами ругались Духу Святому и учили этому людей. И говорящие, где обетование пришествия Его? То есть, заметьте, они нагло ругались Богу, не подчинялись Духу Святому и говорят, вот я сколько не пробовал, ходил в церковь, молился, где пришествие Его? Ну, отобразился Христос в моем сердце? Скажите, у кого есть уже любовь, у кого терпение? Извините, все делали не по Божьему рецепту, все делали по надутому пустословию, что ничего не надо делать. И заметьте, говорят, ну не получилось же ни у кого характера. А как получится характер Божий? Как явится, как придет Христос в мое сердце, если я делаю не по Христовому? И говорят, видите, ни у кого же не получилось, это доказательство чего? Что мы должны спасаться чем? Верою. И заметьте, нет пришествия, заметьте, в сердце Христа, нет пришествия и буквально у Христа. Заметьте, Христос же должен прийти, спасти Христовых. Кто спасен? Кто уже не я живу, говорит, а кто? Христос во мне. Кто Христов, иди ко мне, Христос скажет, да? Заметьте, пришествие Христово почему задерживается? А Христовый где? Да нету, прийди, нужно всех губить, уничтожать. И заметьте, люди говорят, сами не повиновались истине, Христа в сердце не было, пришествие Христа не произошло в сердце. Я почему так говорю, мы когда читали Первое Послание, помните, я говорю, пришествие где должно произойти? В сердце должен прийти Господь, поселиться, Дух Божий, Дух Славы должен почивать, прописаться, жить в нас. Это Господь в лице Духа Святого. И заметьте, те люди, которые не подчинялись этому, они говорят, видите, пришествия нету. Почему? Потому что что-то не так. Это наглые ругатели. И заметьте, прежде всего знайте, что в последние дни не явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям своим и говорящие, где обетование пришествия его? Вы помните? Имея драгоценные обетования, мы через них должны сделаться... Заметьте, есть обетование, что я в вашем сердце проявлю себя, да? И есть обетование, что потом, когда я это обетование исполню у вас, то тогда и даю обетование, что будет и буквально мое пришествие за Христовыми. Заметьте, два обетования. И пришествие Христа в сердце, и пришествие Христа на землю за своими, за Христовыми. И если мы не исполняем обетование Христа по тому, что он может отобразиться в нашем сердце, и мы можем стать причастниками божественного естества, и помните, через удалившись от господствующего в мире растения похоти, не просто обетование исполнится, а если вы будете удаляться, уклоняться от растления похоти. Пока не исполняется первое пришествие Христа, вы поняли, о каком речь идет? Не о том, которое на земле было. Он пришел на землю и показал, что я должен отобразиться во всех вас. Я пришел на землю, но хочу еще прийти куда, ибо Царство Божие внутри вас. На землю, то я пришел, а в сердце не могу никак попасть. И только когда будет первое пришествие в вашем сердце, тогда будет второе пришествие за вами. Вы поняли, о чем речь? И кто не позволяет Христот отобразиться в сердце, говорят, где то, но обетование, ведь нету похожих на Христа, да, потому что не по Христову мы поступаем. Извращается Писание, а говорятся басни. И дальше написано, ибо где обетование, пришествие его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, отцы, слушайте, отцы наши, они слушали Господа. Много людей слушало Господа, когда он вел их по пустыне, отцы наши шли под облаком. И заметьте, отцы гибли во грехах, не менялись, и дальше что? Ну и пришествия не было, и обетованной земли не было, 40 дней обещали, 40 лет водили, да. Кто виноват, что 40 лет ходили по пустыне евреи? Евреи были виноваты, не принимали Христа в сердце. Заметьте, сколько христиане говорят, вот, 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 пришествие, вот, вот, ну вот, уже вот, и что? Пока я не приду в ваше сердце, я не могу прийти на землю. Вы виноваты в том, что происходит задержка в моем пришествии. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы наши, от начала творения, все остается так же. Грешили, грешим, и будут грешить, и пришествие обещали. Павел пишет, мы живые, изменимся, уже Павел давно помер, и все живые, кому он писал, померли, и мы живые, и вот уже стареем, да. Ну, конечно, с таким подходом, если евреи 40 лет ходили, то мы, конечно, решили их превзойти, мы уже вторую тысячу лет топаем. Куда тем евреям 40 лет ходили? А тут 2000 лет костями ложимся, и толку никакого нет, и пришествия никакого нет. Тогда возникает вопрос, так кто же нас учит? И кому мы подчиняемся, чья же мы церковь? Чья угодно, только не Христова. Может, это оскорбительно звучит, но я говорю, Библия четко пишет, по каким параметрам нужно определять себя. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Дети Божьи, дети дьявола, узнаются так. Кто не любит, то чей? Ваш отец дьявол. Ну, все. Хотите на еврите почитать, почитайте. Хотите на греческом, на английском, почитайте. Там тот же самый смысл. И дальше. Думающие так не знают. Слушайте, не знают, кто так думает. Вот обетование, ничего не получается, мы не меняемся, Христос не приходит, значит, мы действительно ничего не можем. И некоторые говорят, знаете, почему Христос не приходит? Потому что некоторые пытаются делами спастись. Я говорю, слушайте, так те, которые веруют, спасаются, их же больше. Ну, на весы, если положить, так все равно должно быть пришествия. Основная масса же верующих. А может, кажется, наоборот все. Может, все не так, как вы говорите. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды, из водой. Слушайте, небеса и земля составлены, образованы, преобразованы, сотворены, чем? Словом Божьим. Слушайте, Бог сказал, да полетят птицы небесные, и что они сделали? Они помахали, полет не состоялся. Нет, когда Бог говорил, птицы что? Летали. И да произведет вода и рыб морских, и что? И стало так. То есть, заметьте, Слово Божье заставляло птиц лететь, Слово Божье преобразовывало землю, Слово Божье разверзало источники земли, и текли ручьи, источники, и реки появились на земле, да? Слушайте, земля слышит голос Божий, птицы слышат, а слиться, Валаамова слышит, а народ Божий имеют уши, но не слышат, имеют глаза, но не видят, и не разумеют, и да не обратятся к Богу, чтобы он услышал и простил их. Валаам так шпорами и нагайкой бил ослицу, что она обратилась к Господу. Господи, за что мне так колотят? И пророк объяснил, пророк ослеп. Ну так говорит, объясни ему. Ослица получила дар Божий, заговорила не на иных языках, а по-еврейски, на чистом иврите. Сказала, куда ты прешь? Сколько ты надо мной будешь издеваться? И вот мысль, заметьте, земля сотворена словом, а человек, вы поняли, о чем речь идет? Сотворена словом, Бог сказал слово, и так происходило в буквальном, ну, строительстве земли. Составлены из воды и водою, но словом. И заметьте, должно вам родиться от воды, только речь идет уже о духовной воде. Все из воды произошло, и все происходит через Слово Божьего. Ты подчинись, ты слушай, ты думай, и вода, Слово Божье будет что делать? Полоскать мозги, извините, что я так говорю. Ты только думай, у тебя мысли начнут меняться, ты начнешь многое видеть, чего не видел. У тебя будет перемена ценностей. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою, слышите? Из воды сотворил, водою хотел омыть. Слушать не хотели, омываться не хотели. Утопил в чем? В воде. А ныне он будет крестить вас чем? Водою? Или огнем? Огнем. Дух Святой сравнивается с чем? С огнем. Или ты его примешь, этот огонь сожжет в тебе плотские дурные пороки, или если ты не подчинишься, то этот огонь, слушайте дальше, что делает. А нынешние небеса и земля содержимые тем же словом, слышите? Что Бог как бы произносит и мир, и земля, и небо, что содержатся, подчиняются, движутся по законам неба. Нынешние небеса и земля содержимые тем же словом. Сберегаются огню. Слушайте, планета слушается Бога с определенной скоростью, по определенной орбите движется, а народ Божий содержится словом Божиим. Наоборот, не надо нам этого говорить. Заметьте, птицы подчиняются, рыбы подчиняются, тучи подчиняются, источники земли подчиняются. Небеса и земля подчиняются, а человек не подчиняются. И смотрите, небеса и земля сберегаются огню, слушайте, на день суда. Заметили, как иногда говорят, когда увидят радугу, и как родители детям объясняют? Это завет милости. Какой милости? Что Бог сказал, не потоплю больше вас потопом. А я говорю, сказал, что сожгу в огне. Это милость, братья и сестры. Это милость, правда? Заметь, у нас радуга, как будто бы нам больше ничего не грозит. Там сказано, что потопа больше не будет, спасательных кругов с пенопласта можете не готовить. А вот несгораемый комплект в озере огненном приготовьте, но вы его не знаете, как изготовить. Слушайте, сберегаются огню на день суда и гибели нечестивых человеков. Слушайте, это, которые в церкви. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленных, что у Господа один день, как тысяча лет. Для нас временный каждый день это минус один день нашей жизни. А для Бога, который вечен, Он считает дни. Он считает, сколько Он уже прожил дни рождения, празднует? Нет. И смотрите, у Бога для нас долго ждем две тысячи лет, а для Бога как два дня, потому что Он вечный. И дальше, не медлит Господь исполнением обетования. Имеется ввиду о втором происшествии. Но, как некоторые почитают то медлением, типа, медлит, задерживается, что-то не получается, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто, чтобы кто погиб. То есть, заметьте, почему не приходит, не исполняется обетование о буквальном происшествии, потому что не исполнилось писание обетование, о чем? О пришествии Христа в сердце человека. о царстве Божьем внутрь нас. Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Скажите, когда оно настанет? Пока уже пророки будут в церкви говорить эти вещи, пока мы будем слушать и следовать за ними, покаяние произойдет? Нет. Потому что если каясь, то нужно достойный плод покаяния принести. Но сказано, придет же день Господень. Происшествие все равно состоится, но придет как тать ночью, как вор, которого никто не ждет и не приготовлен к этому. Те, кто будет ждать пришествия и жить во грехах, как вор внезапно придет, и то, что надеетесь иметь, будет украдено. Мечта о спасении будет отнята. Придет как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Придут что? И исчезнут небеса. Стихии же, разгоревшиеся, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни? Слушайте, если так все это должно быть, то какими, что имеет ввиду какими? Просто так чуть-чуть, то какими, праведники этого спасется, мы читали, то какими должно быть в святой жизни, слушайте, в какой святой, и благочестие кому? Вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия. вы должны ожидать и пришествия, как что? День посещения, когда Господь ваше сердце поселится, тогда ждите того дня, когда придет за вами. Но если вы этого дня не ждете и не хотите, не делаете ничего, то тот, если придет, то смотрите, какими должно быть в святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся, слушайте, и разгоревшиеся стихи растают, земля будет таять, как восковая свеча, потому что много зла накопилось на ней. То есть, заметьте, чтобы нам вместе не сгореть, то какими нам должно быть? Вопрос задается. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли. Помните, Исаия 65-66 глава, там помните, вот творю все новое. Творю новый Иерусалим веселим. Знаете, речь о каких небесах, о какой земле идет речь? Сначала духовное небеса, духовное небо, новое небо, новая земля. Новую тварь хочу во Христе Иисусе. Тогда и новую планету дам для вас. Для вас старых будет старая проклятая земля. для новых, если станете Христовым, то будет и новая земля обновленная. И заметьте, новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Значит, заметьте, чтобы мы попали на новое небо, на новое небо и на новую землю, это что? И в нас должна обитать правда. Итак, возлюбленные, ожидая всего чего, нового неба, на котором обитает правда, подсчитесь, что такое подсчитесь, постарайтесь, прилагая к всему все старание, вот то, что мы читали, подсчитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. То есть, заметьте, где уже быть неоскверненными? На небесах или еще в мире уже нужно явиться пред Ним? Вот написано. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, если бы он пришел, не выдержал, вам бы был конец. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом, о чем об этом? Что нужно стараться явиться пред Ним неоскверненным и святым. Как он говорит об этом во всех посланиях. Слышите? Ну, в некоторых он же говорит, бедный я человек. Почитайте внимательно. Это он пишет о своем состоянии, когда он был фарисеем в иудейской церкви, где учили обрядом и обрезанием. И толку никакого не было. Как говорит об этом, заметя об этом, о чем? Об этой настоящей истине во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо вразумительное. Человек в своей плотской природе, душевный, он может разуметь то, что от Духа Божия? Почему для некоторых людей то, что Павел пишет от Бога пророческое слово? Почему для некоторых эти слова какие неудобо вразумительные? То есть, что неудобные для понимания? Заметьте, это Павел, Петр пишет, что то, что Павел пишет, я, Петр, это понимаю. Но некоторые люди, которые плотские, они как понимают, что-то такое говорит, что ничего нельзя понять. И дальше сказано, значит, пишет якобы нечто неудобо вразумительное, заметьте, для кого? Что невежды и неутвержденные. Вы поняли, для кого неудобо вразумительные? Невежды в Писании, не читают, не думают, а привыкли жить чужими мозгами, чужими толкованиями. Невежды и неутвержденные люди, которые четко, точно не понимают, какой же путь истинный настоящий. И для них это, они еще плотские, они еще неутвержденные, и для них это неудобо вразумительное, и они невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают то есть так истолковывают слова Павла, что тут ничего непонятного, какая-то билиберда, вот правильно нам сказал наш пророк, что спасаемся мы верою, если я не от вас, а дар Божий. Вы поняли? превращают к собственной своей погибели, вы поняли кто? Неутвержденные и невежды в Писании, как и прочие Писания, заметьте, какие прочие? И Ветхозаветные Писания тоже непревратно понимались, тоже убивались пророки, и тоже это все было к гибели народа израильского. Так слушайте, плотские люди не понимали в Ветхом Завете пророков, не понимали Павла, не понимали Петра, и сегодня не понимают ни пророков, ни Петра, ни Павла, никого, того, кто говорит, как написано в Писании. И так вы возлюбленные, будучи предварены, что такое предварены? Предупреждены, пред вратами вам говорится, то есть, чтобы не получилось, что вы пришли к вратам, а вы туда не проходите. Потом поздно будет, я вас предваряю пред вратами, предупреждаю заранее, чтобы тот день, когда вы будете ожидать спасения, не оказался для вас днем вашей гибели. Будучи предварены о сём, о чём, об этом пути спасения и об этих уже пророках, берегитесь, чтобы вам не увлечься, слушайте, чтобы вам не наговорили и вы не поверили, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников. То есть, заметьте, те, кто эти вещи говорит, они фактически беззаконники. И не отпасть от своего утверждения. Какое утверждение? Вот путь по нему идите. Вот о чём мы читали. Но возрастайте у благодати. Заметьте, что такое возрастайте. Если непонятно, то начните, что копайтесь, ищите, думайте. А заметьте, у нас часто религия фарисейская. Никакого возрастания нет. Заметьте, сколько лет церкви, проповеди одна и та же тема. Кто-то говорит, ну когда мы уже наконец станем говорить ну что-то более такое разумное, более конкретное, братья и сёстры, ну наши постоянно крещаемые. Мы же должны идти как дойные наши коровы, помните? Как и Аков шёл со скотом. Мы же должны равняться на кого? Ну на тех, кто вновь крестился, то есть пятый год букву А изучаем. Представьте, если бы это было в мире. Кто-то уже научился читать, научился считать уже, ну на уровне академика. Но так как пришёл новый студент, и опять начинается академик, который мог бы делать научное открытие, он говорит, это буквочка А. Сестра, скажите, какая это буква? Буква А. Правильно. А сестра какой год это уже отвечает? Четырнадцатый. Вы понимаете? Церковь на уровне молочной пищи. Потому такие рассуждения, потому что нет истины, потому уже пророки имеют возможность обманывать, а мы же не знаем какой истинный путь. Мы же привыкли верить и доверять, и не проверять. Потому такое и творится. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Будете возрастать, будет что? Открываться. Не стоите, не считайте, что то, что вы узнали, это уже конец истины в последней инстанции. Нет, вам Бог ещё будет больше деталей открывать, ещё более конкретно будет говорить. Но вы думайте, возрастайте в познании, копайтесь, не будьте слепцами в вере. Возрастайте в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, если мы будем слушаться, Ему будет слава ныне, мы преобразимся, как Он, и в день вечный. Почему слава? Потому что благодаря этому, что мы преобразились, послушались, Он нас спасёт. Аминь. Аминь.